МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Главные события недели в выпуске программы. Осознанный Димаш, Общественный совет премьер-природы, покинул его руководитель. Грация Есенинской осени. Крупный турнир в Рязани собрал гимнасток с полстраны. Стартуем с Терцюфан. Рязанский театр драмы широко распахнет свои двери уже на следующих выходах. Евгений Рыбаков, возглавлявший Общественный совет премьер-природы, принял решение покинуть пост. Сообщил об этом Евгений Вадимович в социальной сети ВКонтакте в группе экологического Рязанского альянса, основателем которого он является. Пост гласит о том, что решение зрело давно, а также прикреплен текст послания к Минприроды. Цитата. Как-то у нас вяло все происходит и формально, если вообще что-то происходит. Я про Общественный совет. Вижу тут несколько возможных причин. Первое. Руководство Министерства не заинтересовано в работе Общественного совета. Наши голоса, мнения, предложения Министерству не важны. Все последние советы проходили формально, руководство не присутствует. К секретарю у меня нет вопросов, тут чувствуется вовлеченность. Второе. Я как руководитель совета плохо работаю, в оправдании только скажу, что не хочется попусту воду толочь, мы все люди занятые. Третье. Может, конечно, и время такое, что не до экологии, хотя жизнь продолжается. В любом случае, не хочу относиться к своей общественной работе формально, нужен результат. Поэтому прошу исключить меня из Общественного совета, руководителя Общественного совета переизбрать. Конец цитаты. 12 октября в Рязанской академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». Турнир входит в единый календарный план Миниспорта РФ. Гимнасток из различных уголков страны Рязань собирает уже более 20 лет. На ковре сборной Рязанской области гимнасток в команду отбирали тщательно. Вместе девушки тренировались полгода, по 6 часов в день, чтобы сегодня на всероссийских соревнованиях «Есенинская осень» выступить эмоционально и красиво, как и задумывал тренер. Выступили хорошо. Мне кажется, что мы сделали почти все, что могли, но есть все равно нюансы и ошибки. Всего в турнире участвуют 700 спортсменов из 32 регионов страны. «Есенинская осень» – это престижный турнир, на котором участницы показывают свое мастерство и красоту грации. Эти соревнования квалификационные, с выполнением норматива «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта». Спортсмены двух возрастных категорий – 13-15 лет и 16 лет и старше – выступают в индивидуальных и групповых упражнениях. Есть в соревнованиях и новшества. «Мы первый раз сделали так, чтобы еще поучаствовали маленькие дети и провели для них открытый турнир в рамках вот этих всероссийских соревнований. Сегодня гимнастки соревнуются в групповых упражнениях, а завтра в индивидуальной программе». Начались соревнования с командных выступлений. А регион представляют спортсменки из Рыбного, Рязанского района и областного центра. Ольга Лисицына профессионально поделилась впечатлениями. Первая рязанская команда, говорит, переволновалась. Вторая же – сборная команда области, о которой мы уже упоминали, выступила намного лучше. И пока одни выступают, другие только готовятся к выходу. Прямо рядом с ковром, за шторой. Команду из Санкт-Петербурга формировали как настоящую сборную. Специально для Есенинской Руси даже пошили костюмы, чтобы за отведенные две минуты показать все, на что способны. «Помарки бывают всегда, идеальных выступлений не бывает. Но то, что мы готовили в течение всего лета, в течение всех лет, до десяти лет, к чему девочки идут, каждая гимнастка идет к званию мастера спорта, многое очень сегодня получилось. Я осталась довольна своими девочками. Это бывает очень редко». Оценивает выступление компетентное жюри. По итогам будут определены победители и призеры, которые получат кубки, медали, грамоты и памятные призы от Минспорта. В октябре отмечают один из главных праздников Русской Православной Церкви Покров при Святой Богородице. По современному календарю его принято справлять 14 октября. В этот раз дата приходится на пятницу. Если верить религиозным преданиям, начало празднику положило чудо, случившееся в Византии в X веке. Константинополь находился в осаде варваров, и напуганные жители собрались в храме моля Господа о спасении. Среди них был и юродивый Андрей Константинопольский. Подняв глаза к небу, святой увидел идущую по воздуху Богородицу. Она присоединилась к молитвам византийцев, а затем распростерла над собравшимися свое белое покрывало. Вскоре началась буря, и варвары отступили от стен города. В начале XII века князь Андрей Боголюбский, узнав о явлении Небесной Матери Юродивому, повелел церкви учредить великий праздник, который будет напоминать христианам о доброте и заботе Пресвятой Девы. В день покрова Пресвятой Богородицы принято праздновать свадьбы или свататься к невесте. Есть даже присказка. Покров покроет землю снежком, а девицу – женишком. Погода 14 октября подсказывала нашим предкам, какой будет зима. Если на окнах появляется иней, зима будет холодной. Если ветер дует с севера или выпадают зимние осадки, ждите морозных снежных дней. А если с юга погода будет теплой, это же сулит и урожайный год. Все перспективные проекты, отвечающие задачам национального развития, получат поддержку. Это президент страны твердо пообещал. Поэтому наша с вами задача – продолжать все без остановки. Вне зависимости от того, крупный ли это проект или ремонт тротуара. Об этом заявил губернатор Павел Малков по итогам совещания с Владимиром Путиным. Возможностей у регионов сегодня намного больше, поэтому область должна реализовать свой потенциал. Внутренние резервы и скрытый потенциал у Рязанской области все еще велики, но они не раскрыты. По словам Павла Малкова, сейчас самое время это сделать. Главное – работать в команде. Даже показалось бы незначительным вопросом с районов. Правительство губернатора традиционно начинает с разбора обращений жителей области. Качество воды в Кадамском районе улучшит через федеральный проект «Чистая вода». Обустраивать станции водоподготовки здесь обещают начать уже в следующем году. А вот в Александроневском местную Дю США капитально отремонтируют уже этой осенью. Павел Малков лично ускорил все согласования и деньги в район направят в самое ближайшее время. Решить также просто медицинский вопрос в Скопинском районе не получилось. Томограф пока только в планах, ориентировочно в ноябре, да и с логистикой доставки инсультников тоже как-то не очень. Проблема-то шире поставлена. Я прошу в ближайшее время поставить у меня совещание именно по «Золотому часу». Мы с вами цикл совещаний по развитию здравоохранения проводим. Давайте посмотрим, что у нас с маршрутизацией пациентов. Потому что видите, вот здесь в обращении такая очень своеобразная логистика описана. И совершенно правильно говорят, что там каждую минуту на счету. Где у нас какое оборудование, что у нас с теми же самыми ангиографами, и как должна быть выстроена маршрутизация. Вот это давайте как приоритетную задачку посмотрим. Потому что инфаркт, инсульт – для нас очень чувствительное и болезненное тело. В сфере ЖКХ самая чувствительная и болезненная тема осенью – это тепло в домах. Рязань в сезон вошла вроде бы без системных сбоев. Впрочем, кое-где все же внутридомовые сети пока не работают. И с этим явно надо что-то сделать. Причем очень быстро. Все-таки денег на подготовку к отопительному сезону было потрачено около 5 миллиардов. Греть батареи должны сейчас абсолютно у всех. В этом году мы достаточно успешно хорошо вошли в отопительный сезон. Но все равно опять-таки вижу много жалоб, что где-то на отдельных объектах пока качество отопления оставляет желать лучшего. И если правильно понимаю, чаще всего это связано с состоянием внутридомовых сетей. Действительно фиксируется ряд, и нами тоже в том числе, фиксируется ряд замечаний по работе системы теплоснабжения внутридомовых. Но это вопрос регулирования и вопрос текущей деятельности прочей компании. К этому вопросу губернатор обязал подключиться жилинспекцию, а в особо серьезных случаях привлечь соответствующие структуры. Рабочий порядок реагирования коммунальных служб на жалобы начал медленно переходить в тревожный. Приоритет – качество жизни людей. Самый главный приоритет. В очередной раз заявил Павел Малков принцип построения своей работы во всех сферах в ходе пресс-конференции с представителями региональных СМИ. В последний раз такая встреча была в августе, когда Малков был еще временно исполняющим обязанности. С тех пор произошло немало событий, а у жителей города и журналистов накопились вопросы. На них губернатор отвечал максимально открыто. Самый, пожалуй, злободневный вопрос, вокруг которого много недопониманий, слухов, разговоров и сомнений – мобилизация. Добрая половина вопросов от журналистов была об этом. И о нарушениях при вручении повесток, и ошибках в ходе мобилизации, и о вопросах поддержки семей мобилизованных, и о том, как проходит подготовка в загородном учебном центре. Сам много раз уже был в учебных центрах, общался с людьми. Все, что касается базового обеспечения, оно есть. Высокого качества каждому мобилизованному представляется полный набор необходимого монтирования и экипировки. Также хочу сказать, что у бойцов самое современное оружие, на котором они сейчас и проходят обучение, или вспоминают свои навыки в учебном центре, и который будет дальше с ними. У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет. Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Причем нет задачи призвать их единовременно в один день. Мы работаем индивидуально с семьями тех, кто был мобилизован. За каждой семьей закреплен ответственный от органов местного самоуправления, от органов исполнительной власти, субъекта. И точно так же, каждую задачу, каждый вопрос мы разбираем индивидуально. Еще один блок вопросов, который не теряет актуальности, и даже с каждым годом все острее. Экология. Загрязненный воздух, запахи, которых невозможно не замечать, несанкционированные свалки и стоки в водоемы. Вопросы требуют особого подхода, комплексной работы, которая займет не один год, подчеркнул губернатор. Очень серьезно занимались с коллегами вопросами выбросов атмосферы и в целом экологической повестки. Думаю, что вы уже в курсе, что назначили ответственным за министерство и за все его задачи другого зампредправительства, первый зампредправительства, Анна Николаевна Рослякова. Можно однозначно сказать, что какого-то единственного источника выброса в Рязани, который таким образом негативно влияет на атмосферу, нет. Их много. Большое количество. Самые разные. У нас сейчас уже есть план работы, действий по этому направлению. Начиная от того, что мы начинаем наращивать средства мониторинга, заложили уже бюджет на следующий год и на 2024 год. В течение двух лет приобретем достаточно большое количество средств, которые позволят нам более точно составить картину выбросов. По экологическим вопросам ведется аналитическая работа, на основе которой уже в этом году, по словам Павла Малкова, будет выработан план действий на ближайшие годы. Не остались в стороне темы здравоохранения и образования. Руководители региона спрашивали о превентивных мерах во избежание повторения лесных пожаров, о долгострое музея и о ремонте здания второй гимназии. Реновация системы городского транспорта – еще один насущный вопрос, как и уборка и благоустройство областного центра в целом. Кадровые вопросы и вопросы низких зарплат тоже не ушли от внимания губернатора. Например, точно известно о появлении новых лиц в правительстве. По ряду кандидатурно-ключевые посты уже приняты принципиальные решения. У нас уже есть кандидаты согласованные, которые прошли все собеседования, тестирования необходимые. Сейчас просто проходят последние проверки. Это руководитель госжилинспекции, это министр соцразвития, это министр транспорта автомобильных дорог, это зампред правительства по сельскому хозяйству и, пожалуй, все. Дополнительные консультации пока еще ведутся по зампреду правительства, по социалке и по министру строительства. Не могли не спросить коллеги и о новогодних торжествах, как планируют в текущих условиях отмечать праздники, на что губернатор ответил, что массовых торжеств и салюта, естественно, не будет. А вот детские елки и украшения города отменять нецелесообразно. Рассказал Павел Малков и о личном, о том, что никак не может подобрать пресс-секретаря, о том, почему сам лично ведет свой телеграм-канал, а также о занятиях единоборствами. Спортивный график, говорит, чуть сбился из-за губернаторской должности и текущих дел, но постепенно Павел Викторович возвращается в свой обычный рабочий режим. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Осень – традиционное время всяческих коммунальных неурядиц и предъявление претензий. В одном из домов на улице Стройково сбой дала канализационная система, причем выстрелила дуплетом. Труба прорвала сразу после первого визита ремонтников. В итоге затопленный подвал и соответствующий запах. Что со всем этим делать, выяснял Валерий Седов. Через эту трубу в подвал дома попадают все стоки. Кто моет посуду, кто принимает ванну, а кто и вовсе решил посетить туалетную комнату. Но место встречи, как известно, изменить нельзя, поэтому все это приходит сюда, в подвал жилого дома 69, корпус 1 по улице Стройково. Живу на первом этаже, получается, вот эти все стоки идут ко мне в квартиру. Сплю с открытым окном, вообще по такой погоде очень. И целый день держу окон все открытыми, потому что дышать невозможно. А началось все еще 4 дня назад. После порыва жильцы сразу же позвонили в управляющую компанию, Рязанский городской оператор. Специалисты трубу пробили, течь устранили. В общем, справились оперативно. Правда, на следующий день ситуация повторилась. В выходные эстафету перехватила аварийная служба. Не справилась. Сказали, что работать не могут, нужно откачивать воду. А этим уже управляющая компания должна заниматься. Заявку передали, но работать не начали. От этого административного пинг-понга страдали только жители дома. Подвал все выходные планомерно затапливало. В итоге мы сейчас имеем самое интересное. Установленный бойлер, который работает, да, обогревает нам всю воду в доме. И затапливаемый подвал. Соответственно, это до первого несчастного случая. Не дай бог произойдет короткое замыкание, вследствие чего потом пойдет дальше возгорание. Подвалу третьего подъезда быть бассейном уже в привычку. В прошлом году наша съемочная группа уже делала об этом репортаж. Подвал затопило. Управляющая компания устраняет течь. Не торопилось. Сами жильцы пытались решить проблему и в 2013 году, и в 2019. А сторожилы вовсе припоминают, что так было всегда. Живу здесь с первого дня заселения. Подвал в таком состоянии, и даже выше вода у нас всю дорогу. В 2010 году по инициативе вот этой вот компании мы сменили управляющую компанию, но лучше ничего не стало. С первого дня заселения это январь 1964 года, вспоминает Тамара. А капитальный ремонт здесь запланирован лишь в 2026-28 годах. К тому моменту неизвестно, каким будет фундамент после регулярных тепловых ванн. В 2021, однако, первая локальная победа все же состоялась. Металлическую трубу, ведущую из подвала в колодец, заменили на пластиковую. Но это не выход, а скорее временное решение, считают жильцы. Вот эта пластиковая труба, которую они частично установили, она там подвешена на каких-то там проводах, там на веревках, не пойми на чем. Ну и, соответственно, когда происходит вот этот засор, это начинает все забиваться, или стык между пластиковыми трубами, он надламывается, как то, что он в подвешенном состоянии, на него нагрузка по весу увеличивается. Теперь последствия установки пластиковой трубы расхлебывают. В буквальном смысле. В понедельник жители позвонили инженеру управляющей компании и наметили хотя бы какой-то план действий. Сегодня там начали работать, снизу пробили доступ. Завтра будем продолжать. Завтра надо будет залбить тамбур, потому что оттуда не получится сделать. Разбита она под тамбуром где-то. Мы заменим тот участок, который вот до тамбура. То, что сейчас разбилось. Тем же вечером к дому приехала осенизаторная бочка. Часть стоков откачала. Утром приехала снова. Но вода в подвале все равно осталась. Очень надеемся, что ненадолго. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Уже 21 октября театр драмы откроет свои двери и приглашает на премьеру спектакля «Тортюф». Об этом сообщил директор театра Борис Гречко на пресс-конференции. Напомним, театр был закрыт на реконструкцию больше года. Пока шли ремонтные работы в здании, артисты успешно гастролировали по стране. Семен Гречко рассказал, что только с весны этого года труппа побывала в Тамбове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и других городах. За время гастролей артисты получили множество наград. Международный фестиваль нестоличных театров «Комплимент в Новочеркасске» принес коллективу призы в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший дуэт» и «Лучшая женская роль второго плана за спектакль «Фауст». Самым недавним стало выступление на международном театральном фестивале «Хайфест» в Ереване. Помимо этого, труппа давала благотворительные спектакли. Мы показывали свои спектакли для жителей Луганской и Донецких, теперь уже областей нашей страны, в центрах временного размещения, где обслужили 1100 человек. И мы показывали спектакли в Ростовской области непосредственно в Бризиске с местом проведения СВО для жителей этих областей. Мы показывали тоже спектакли, пользуясь тем, чтобы на гастроли были в Ростовской области. И тоже обслужили 970 человек. 235-й театральный сезон открывается 21 октября. Премьера спектакля «Тартюв» к 400-летию Мольера. Ближайшим крупным событием станут большие гастроли Новгородского областного академического театра драмы имени Достоевского, которые пройдут с 27 по 30 октября. 6 ноября пройдет торжественная церемония награждения областной театральной премии «Зеркало сцены». А с 14 по 20 ноября в Рязанском театре драмы выступят коллективы со всей стороны в рамках 7-го международного фестиваля спектакля о любви «Свидание» на театральной. Для нас это очень ожидаемый сезон, потому что мало того, что он юбилейный, большое количество премьер, которые произойдут уже в этом году. И это, наверное, не совсем может быть даже типичный премьер для нашего театра. Конечно же, еще мы готовимся сейчас практически с августа месяца, идет подготовка к работе над нашим фестивалем. Потому что, да, для зрителя фестиваль «Свидание на театральном» – это любовный материал, интересные комедии, связанные с историей любви и новые города, которые приезжают к нам в гости. Все готовятся, всем очень хочется предстать перед зрителем, так как давно не встречались с рязанским зрителем. Главный художник театра Геннадий Скоморохов рассказал о новом фирменном стиле, разработанном к театральному сезону. Вот так теперь будут оформлять афиши, программки и другую продукцию. Дизайнеры разработали 12 фоновых оттенков, ярких, но хорошо сочетающихся между собой. Яркой чертой нового стиля оформления станут черно-белые вырезанные образы, фрагменты гравюры рисунков, фотографий, старинных документов. Это подчеркнет связь времен, а когда требуется, в афиши и другие материалы будут добавлять более современные цветные изображения. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Следующая неделя в Рязанском Кремле объявлена неделей пушкинской картой. Это означает, что в музее подготовили массу интересных мероприятий, которые анонсировали на пресс-конференции. Начнется неделя пушкинской карты в музее 18 октября с экскурсии Рязань в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Русское воинство» как раз о жизни Рязанского края и подвиге рязанцев в те годы. Свыше 330 тысяч рязанцев ушли на фронт. Из них погибли 180 тысяч человек. Скупые цифры, статистики оживают в документах, фотографиях, вещах. И перед посетителями предстают судьбы и суровый образ Рязани тех лет. 19 октября самое, пожалуй, культовое мероприятие музея. Визитная карточка Кремля. Клады. Клады в Тольятке много загадок. Они интересны для специалистов, потому что ювелирное мастерство, а прятые ювелирные изделия из тракционных металлов – это дырушка средневекового мастерства в технологическом смысле этого слова. Украшения, если я, украшения не были тогда толстыми украшениями, как сейчас мы считаем, они всегда несли в себе смысл. Городище Старая Рязань первой встала на пути Батаева войска. Жители прятали самое ценное в надежде когда-нибудь вернуть спрятанное. Но не судьба. Тайны сокровищ погибли вместе с их хозяевами. Спустя столетия археологи отыскали клады. К настоящему моменту их 17. Это больше, чем в любом другом городе. Я сейчас узнала, сколько пушкостей у наших учащихся. Я работаю в 34-й школе порядка 200 карт. То есть 200 учащихся имеют эту карту. Но в основном преференция – это посещение театра. К сожалению, музей в меньшей степени охвачивает посещение именно по Пушкинской карте. Целая неделя на то, чтобы справить положение. 20 октября выставка, посвященная Надежде Хвощинской «История города глазами дамы XIX века». 21 октября обладатели Пушкинской карты смогут посетить выставку «Рязанские промыслы XIX – начала XX веков», а также битвы Древней Руси. В субботу интереснейшая экскурсия – вызов жизни и природе. За основу взят период жизни первобытного человека, его занятия, изобретения, непростые условия выживания. Все сопровождается интерактивными элементами. В выходные 20 и 21 октября также можно присоединиться к обзорной экскурсии по архитектурному ансамблю Кремля. Все подробности можно узнать на сайте музея. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова